добрый день друзья сейчас мы с вами находимся в гостях у витебской ремесленницы виктории алференок в гостях мы находимся не случайно виктория стала победительницей престижного международного конкурса который проходил в японии конкурс дизайна моды именно вот с этим изделием виктория стала победительницей вот эта сумочка замечательная виктория покажите пожалуйста чтобы мы рассмотрели внимательнее и расскажите немножко про свое изделие как вообще вы узнали о конкурсе и как вы решили поучаствовать почему именно сумка я получаю рассылку конкурса принимаю участие для общего развития посмотреть что коллеги делают мы как бы здесь было письмо с приглашением принять участие требовался только рисунок только дизайн какого-либо изделия из кожи так как я работаю бывает с кожей то я подумал что это моя тема почему бы нет тем более когда твое изделие сделает как бы им кто-то другой будут делать по условию конкурса ремесленники токио вот и как бы я нарисовала дизайн сумки дизайн шапки отправила и забыла потом через некоторое время приходит письмо с приглашением приехать получить премию так как письмо было написано сначала на японском переведено google переводчики на английский я уже с google переводчик с английского переводила на русский то я подумала честно что это спам потому что было так трудно разобрать что в общем-то имелось ввиду но в итоге потом я вспомнила что до участвовал в таком конкурсе и как бы вот приняла участие решение поехать а скажите вот вы говорите что разрабатывали саму сумку дизайн вы да а изготавливали местные потом как бы мы сотрудничали по электронной почте я делала чертеж натуральную величину со всех сторон и разрабатывала вот эту вот систему гармошки тоже чертеж делала и отшивала образец одной боковинки чтобы было понятно потому что по чертежу не совсем ясно как это делать скажите но вот получилось один в один как бы представляли или все-таки может быть местные мастера внесли что-то свое ваше изделие ну я хочу сказать что получилось даже лучше потому что я честно говоря не ожидала что так скрупулезно будет сделано внутренний подклад здесь вот если обратите внимание вот каждая складочка в подкладке продублировал наружную складку и то есть ну как бы я представляла что это будет просто например какой-то мешок да как подкладку обычно сделают а здесь вот даже вот я не представляю как вот там можно было все это сделать очень тщательно аккуратно и скрупулезно подобрали точь-точь по моему эскизу а цвета фактуру кожи все вот эти вот веревочки ручки цвет один в один скажите вот эти вот складочки да они немного напоминают оригами вы стремились к этому или это вот как-то само собой получилось естественно так как я решила принять участие в японском конкурсе мне хотелось сделать что-то чтобы напоминала национальные какие-то мотивы и мне вдохновила японская оригами и поэтому вот боковинка сумки выполнена как гармошка складывания из бумаги плюс мне хотелось чтобы это было не так жестко немножко все-таки мягче чем складки из бумаги поэтому кожа была выбрана замша достаточно твердая и вообще сумка изначально у меня называлась идея была зефир чтобы как бы вот эти вот зефирные складочки они вот такие мягкие где-то вот сумка напоминала это хорошо скажите как вы считаете для белорусских красавиц вот функциональная она или нет я считаю что функционально потому что я каждую вещь которую делаю представляю как буду я ее носить например удобно ли мне будет мне как бы вот когда я разрабатывала сумку было интересно чтобы не могло помещаться много чего и поэтому здесь вот веревки это и как кулиска ручки когда мне нужен большой объем она вот становится достаточно такая вместительная я не хочу там что-то много носить я вот ручки затягиваю и она за счет того что вот эти складочки могут так прижаться становится более компактная скажите какая судьба ждет это вот победную сумку это будет как домашний музейный экспонат можно сказать или все-таки вы будете ее носить но носить я наверное не буду вот наверное скорее всего останется как такая память ну что ж хорошо спасибо вам большое мы ждем от вас новых изделий и хотелось бы чтобы не только японцы задумывались о том чтобы внедрить производство вот такие модели но и наши белорусские дизайнеры фирмы и компании спасибо большое удачи